Конкретный вопрос по теме БДСМ. Могу подкинуть? Здравствуйте! Мне неоднократно попадалась информация о том, о так сказать, оргазм-денайл, то есть о запрещении кончать. И такое практикуют неоднократно. Есть ведь долговременные курсы, но во всяком случае, так утверждают авторы всех статей. Так вот, интересно знать, вредно ли это? Если да, то почему и насколько? Вредно. Помните, мы с вами говорили об универсальных механизмах формирования простатита и формирования хронических воспалительных заболеваний органов малого таза у женщины. И помните, я говорила о том, что хроническая конгестия, то есть застой венозной крови в органах малого таза способствует тому, чтобы что? Формировались хронические воспалительные заболевания органов малого таза у мужчин и у женщин. У мужчин это простатит, у женщин это аднексит. Воспаление яичников. Так вот, такая связь между тем, что я не кончила и тем, что расформировалось воспаление. На самом деле, это известно давно. Сейчас профи сексуальной литературы очень сильно поменялся, но если мы полистаем в качестве ознакомительной цели сексуальную литературу, сексологическую литературу, касающуюся 70-х годов, особенно нашу отечественную, то там такие серьезные чопорные дяденьки, которые имеют основание прикасаться к сексологической теме, нам писали о том, что женщины, которые не получают удовольствия сексе, жены, которые как рыбы об лед молчат и стесняются признаться своим мужем, где у нее кнопка, вот они там постоянно испытывают нереализованное возбуждение, нереализованное в оргазме, и у них там все от застоя набухает, и может сформироваться хроническое воспалительное заболевание яичников. На самом деле, как бы это ни было странно смешно сейчас в 21 веке и даже чопорно, вот это на самом деле недалеко ушло от истины, и механизм формирования всевозможных застойных процессов в органах малого таза именно такой. Почему и рекомендовалась такой женщине, которая после секса почему-то испытывает странные тянущие и ноющие боли в малом тазу. Все-таки поговорить об этом с мужем. Надо дело-то доводить до конца. То есть в процессе секса кровь перетекает к нижней брюшной стенке, к стенке брюшины, к органам малого таза, к мочевому пузырю, к матке, к прямой кишке, к яичникам у мужчин, к пристательной железе, к мочевому пузырю, к яичкам, к половому члену, к внутренней поверхности бедра. И все это там прям набухает, циркулирует, и прям нужен, понимаете, катарсис, чтобы это все пришло к какому-то знаменателю. А там ничего не происходит, и все так и остается, и никак. В общем-то, если это практиковать, скажем так, за одну оргию, то есть, допустим, один сексуальный опус ничем не кончился, человек только весь измучился, а оргазм не получил. Следом второй, третий, наконец, на пятый раз, у него там мультиоргазм по восходящей методике, какой-нибудь там, я там не знаю какой, в десятой степени. А если это практиковать из дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, иметь два оргазма в год, а все остальное время, вот охотно мучиться, сволочь такая, опять ты меня вот до этого состояния довел, а оргазма не дал, то будет то, что я сказала, будет застой крови в органах малого таза, медленный ток венозной крови возникает, вызывает повреждение сосудистой стенки на уровне мембран, вызывает повреждение мембран на уровне перекисного окисления липидов, которые являются универсальным механизмом запуска воспаления. А если там где-то в виде хронического уртрита какая-то бактерия одна прицепилась, то на поврежденную сосудистую стенку она прицепится гораздо быстрее, чем при прочих равных других условиях, и, соответственно, это является пусковым механизмом для развития и хронического воспаления простатита, и хронического аднексита. Так что вот вам будет такая врачебная аналитика вот этой самой методики оргазм-денайл от БДСМ. А сейчас пока! Пока!